Продолжение следует... Кому еще помахать, пацаны? Привет! Пиздец, конечно... Не-не, это... Давайте без этих, короче... Без... Вот этих вот хуевертий... Там... Совместные трансляции... Вот это вот... Я пиздец, я всем готов махать... Слушай, а это не платная какая-нибудь услуга? Салют из Лондона, блядь! Вот, привет, Лондон! У меня есть, короче, знакомый один из Лондона, Но об этом попозже... О, Декабриз, респект! Здорово! Всем респект и всем здорово! Вечер, хату и еда... Помахать... Я готов махать всем! Пацаны, всем машу! Алекс, герой, снайпер, остальной... Помахал я тебе, считай! Привет, ты в Сочи живешь? Нет, я в Сочи не живу! О, Сева зашел! Привет, Влад! То есть, Алиса... Сначала ты отмечаешь то, что Сева зашел, а потом ты здороваешься! Конечно, ну, привет, конечно! Я рад тебя видеть! О, Сева, рад меня видеть! Ты резкий тип, оказывается! А хуй ты думал? Привет, сука! Параневский машу! О, победитель ФБ! Ну, Красный Сулий на 5 дней! Я уже устал, если честно! Салют с Батайского! О, привет! Могу в окно на тебя посмотреть! Ну, хотя нет! Что за сториз в Инсте? Это ж, типа... Сложный культурный осадок! Помахать вести! Конечно, машем вести! Блять, ребят, что это вам дает? Объясните мне, пожалуйста! Это что? Какая-то накрутка, блять, лайков в Инстаграме? Что это за хуйня? Я сейчас себе пивчанский открою! Сейчас! Сейчас зажму между ног, так сказать, бутылочку! Оп! Слышали, да? Пшик, нахуй! Пока! Считайте, я, блять, и машу вам, нахуй, и между ног бутылочку себе зазваю! О, Микси! Здоров, помахал, Микси! За вас, пацаны! В честь чего эфир? Просто, просто... Блять, вот кому-то, короче, не помахал, и, по-моему, пиздец! Влад, короче, раз тебя уволили, то нужно составлять конкуренцию за Баева! Остановись фулл-тайм стремлером! Присылайте донаты, пацаны! Пацаны, присылайте донаты! Я стремлер! И у нас все будет хорошо! У меня к тебе очень важный вопрос, какой ты пьешь чай! Блять! Какой? Я какой-то... Какой есть такой пью! Ну, этот нормальный... О, Веста, Владик, да! Привет! Я пропустил, да, наверное, чуть-чуть! Влад, ты всегда был полным? Нет, в три года я пиздец какой был не такой! Как дела у тебя что? Я на что-то открою, ты чё? Как дела у тебя, что нового? Охуяна, дела нового, нихуя! Помахать пока зато могу! Четко открыл пивко, так как нихуя! Помахать! Я тут только, чтобы ты не насрал по дверью! Мне кажется, я тут тоже только, чтобы, блять, вам всем по дверь не срать! Микси! Микси! Это вот помнишь? Этого дружбана! Это наш с тобой дружбан! Расскажи! От Зурика привет тебе! Зурику привет ему! Помахать Олегу Сойеру! Помахал! Го стримить Майнкрафт! Да в пизду! Влад, как тебе летай? Хорош! Димедролу помахать! Ты группу создал? Нет, но скоро! На следующей неделе, короче, я думаю, поблос появится! Смотрел батл, где ты с кучерями и волосами? Вот это было время! Сырян нос зачесался! Блять, время было такое охуенное, что мне некогда было стричься! Я просто чем только не занимался! Блять, инстаграм! Нахуй вы эти махания придумали! Полленты, блять, машут они! Машите! Блять, Влад, где треки? Иди, блять, помахай, Сева, нахуй! Когда, блять, треки? Вот когда все намашутся, блять, тогда и будут треки! Привет! Привет! Помахать? Помаху! Ты понял! Завтра батл сильно выйдет! Помнишь его? Конечно, помню! Посмотрим, я думаю, нормально! Хотя, подожди, он уже завтра выйдет! Он пройдет завтра, нет? Топ-3 норм пиваса! Черный козел! Темный! Левин Брэл! Нормальный! И какая-то еще хуйня была нормальная! Влад, привет, красавчик! Помимо ФБ будут еще батлы? Привет! Конечно, будут батлы! Сам пишешь текста на батлы? Конечно, сам пишу текста на батлы! Арчи Пидор! Конечно, Арчи Пидор! Влад, такой вопрос! Знаю, что ты много путешествовал по батловой карте России, но был ли ты в Пятигорске у Забойне? Не был никогда! Да я, кстати, не так много путешествовал! Ну, типа, я не во многих городах был, я много раз просто там был! Продам рифму! Да ебать нимфу! Когда альбом? С-с-с-3 года! Жди! Ну, вот Кирееву Костю я помашу! Помахал! И хуй с всем этим! Треки, сука! Раневский, блядь! Иди маши отсюда! Димашун! Ну что, как тебе новый Рэбл? Интерес хоть был судить, или просто ветераны на изичах? Ну, увидишь, посмотришь! Хотя, не знаю, может, ты видел? Но мне понравилось там! Не сри под дверь! Хорошо! Блядь, помахать всем! Это обязаловка! Сева, хватит слово music использовать вообще! Дарова, привет! Он наебут, я ему густрайтил! Блядь! Вот на пидора отвечать, это нормальная тема, пацаны! Опять нос чешется, на пидора отвечаю! Вот! Как у тебя с английским? Ну, сложный вопрос! Типа... У меня есть под боком человек, которого я скажу, типа... Че там, блядь, сказал этот кто-нибудь в инстасторис? Мне как бы отвечают! И всем хорошо! Играешь в сталкера? Ну, чувак, я типа... У сталкера уже наигрался! Я играю в реальную жизнь! Так... Блядь, все машут! Не, все, ребят, махалки закончились! Хотите помахаться? Выходите на улицу, помахаемся! Что из алкоголя любишь, брат? На самом деле, я алкоголь перестал любить, короче, вообще! Вот, чисто пиво сегодня взял, чтобы попить что-нибудь, потому что кола вредная очень, а пива нет! Последний батл норма с Костей нет! Я в понедельник приду и расскажу! Ой, блядь, нельзя же было спойлерить! Ну, короче, Костя, я тебе приду и заспойлерю чисто тебе! Охуенное чувство юмора, чувак! Ну, у меня есть ощущение, что у меня одно из лучших чувств юмора в мире! Скорее всего, это так! Потому что... Ну, все, кто со мной знакомы, они так и говорят! Типа, если бы не ты, моя жизнь была бы намного скучнее! Да? Да! Чипис! Купил айфон, чтобы сидеть в одноклассниках! Нет! Согласен ли ты с Мироном насчет Rebel 2? А чё у меня там, я помню чё у него! Е, здорово! Е, привет! Сколько ты раз за сегодня помахал? Да, блядь, ранирский, сука! Сколько раз ты за сегодня про музыку у меня спросил? Махаешь ли? Да, ёб твою м... Прости! Помахал, пососал! Ну... Я таких видел, блядь, на отборах Versus, вот, и с такими же панчлайнами! Здрасте! Пьёшь пиво гараж? Нет, не пью пиво гараж! Считаешь ли ты махание на людях стыдно? Блядь! Если тебе, блядь, поебососеньки намахать, то нормально будет! Как тебе ник xkiller? Охуенно! Убийственно! Чё, пошли миксфайт, как Дуня с Димастой! Чувак! Не советую! Я учился каратэ у лучших! Махаться за красные гаражи пойдём в цвет... Сложный слишком ты написал, я даже последнее слово прочитывать не буду! Дип, на твой взгляд, затянул свой раунд или всё было хорошо? Затянул, честно! ЕПМ подстрекает к пизделовке! Баньте нахуй этого Грэйс Блейкера! Я подстрекаю не только к пизделовке! С кем бы попиздился из команды Смоки? Я со своими не дерусь! И не со своими тоже! Сука, да чё так нос чешется, блядь! Влад, а как ты относишься к локальным батлам-площадкам? Типа трубатла не... Ну это-то кто-то струбатла! Вот потому что я вас упомянул и всё, мне терпишут! Ты вот трубатл упомянул, а потом всё равно это струбатла человечек! Витя Бой меня заебал в личке уже! Не нужная глупая херня или нечто годное, типа развития культуры и всяких... Но на самом деле, как-то так получается, что есть локальные хуйни, которые как-то вот, ну, хуйня, а есть локальные хуйни, которым каким-то образом вот они прям, ну, становятся сборником этих самородков, да? То есть трубатл конкретно, ну, блядь, всё-таки там АО, крутой чувак, Глеб Файф, ну, там, нормальный чувак, как минимум, то, что я видел. Ну, Витя Бови, этот самый, топ-4 батл-рэпера России, и поэтому... Не, наверное, это нужно, но... Хуй знаю. Привет, Лад, это град ты здесь прямо весь, не весь, но... Спасибо, паровозик, я уважаю тебя. Сколько раз нужно помахать, чтобы не ответить на пидора? Сколько раз нужно исполнить трек «Сосиска», чтобы... Остаться ЛЗБ с ночёвкой. Если бы не ты, моя жизнь была бы намного больше бамс. Бамс – это фишка палм-дроповы, поэтому извинись и уйди. Микси, иди нахуй, сука, ты чё. Кто Влада не любит, тот ему завидит, правильно. Здравия желаю, Владислав. Блядь, Сева рядом с Пунчером. Блядь, Пунчер, я тебя за сегодняшний день столько раз вспомнил. Мне кажется, у тебя просто, я не знаю, ебало должно было скривиться от всего этого икания. Хайп пошёл уже, нет. Растяпа, лопух, балбе... Ты меня три раза оскорбил, я тебя махал, а ты меня оскорбляешь. Смысл махания был, в чём? Тебя, походу, комар за нос укусил. Нет, это нос такой. Как АО тебе, крутой? Не бань меня, пожалуйста, хорошо, хуй с тобой. Не, не струбатла, просто чтоб известный пример привести. Ну блин, ну я, в принципе, ответил, ну я тебя понял. Слово икб, да, слово икб, охуенные пацаны, привет, привет, сука. Возможно, ты уже говорил, но откуда у тебя такой ник, как ты его придумал? Короче, про никней. Была определённая ситуация. Я должен был идти записывать свой первый рэп-трек. Сидел на студии у известного битмейкер Америка. Вот. Я его тогда, соответственно, не знал. И, короче, мне нужно было придумать рэп-никнейм. Вот. Я его придумал. Придумал не просто так. Но вот это вот максимально всё, что нужно знать, типа, об этой ситуации. В принципе, он нихуя не значит. В принципе, я бы его уже изменил, если бы во всём мире меня не знали именно так. Я надеюсь, ответил. Есть только две буквы, это PM, да. Барс Оверджокс. Э, этот, блядь, как там, братишка-братик Сосим и Анас. Извини. Хуй Сосим. Сеймур или похоронил, хуй его знает. Не знаем. Очень два крутых моих братана. Чиписы, блядь, не ждут. Как там ёлка-хайда, сука. Секрет нахуй мира. Давайте, напоминайте мне, чтобы я меньше матом ругался. Меня это напрягает очень. Я очень много матом ругаюсь. Я на какое-то время старался от этого избавиться, но... Меня это напрягает. Напрягает и в жизни, и в баттлах. Мне кажется, можно, ну, короче, избавляться от этого. И быть прелестно смешным и клёвым. Как я. PM вроде из-за сик. Нет, нет. Угостишь меня козлом при встрече? Конечно, Олег, угощу. Мне кажется, когда-нибудь даже я тебя угощал пивом. Хотя, скорее всего, нет. Скорее всего, я никогда никого не угощал пивом. Чувак, ты крут. Спасибо большое. Сколько ты зарабатываешь? Нахуй, иди себе его, брат. Даро, братан. Ну, у тебя к Сибирон на ави, так что, даро, братан. Благодарю за твою доброту, лояльность за то, что машешь всем, да? Всем вам, блядь, махать по ебалу. Ёбаный ротик, привет. Ёбаный ротик, короче, во-первых, ё... Как он это был? Ёбаный, ну, типа, в ротик. Короче, это типа, респект и привет гражданину сектору в Екатеринбург. Потому что эту фразу я именно у него спизданул. То есть, это типа, его жизненная позиция. Но... Почему нет? Панчлайн, хочу панчлайн. Федя Пунчер, вон, видишь? Ниже вот тебя, чувак, в ланде играем. Видишь, ты написал, панчлайн, хочу панчлайн. А ниже, call me puncher. Вот, call me puncher, это чувак, который ебашит панчлайны. Просто вот ты ему говоришь, братишка-братик, он тебе говорит, соси мой анус. И все. Так что... Как тебе такая херня, что гнойный продал жопу? Горит до сих пор, блять. Сука, гнойный, увижу его ебалами. Здорово, привет. Нет. Блять. Когда батл, пьем, Соболев? Когда я на тренировку приду, походу. Тогда и батл будет. Кстати, я надеюсь, что я приду тогда, когда никого не будет. Кость-то это такие, локальные вопросы решаем. Обкашливаем. Привет, Влад, что из русского слушаешь? Федя Пунчер. Ну, блин, на самом деле, что вот я сейчас последнюю слушаю? Да хрен его знает. Надеюсь, я ответил на свой вопрос. Не помню. Луперкаль, клевый. Я, короче, жажду встречи с Луперкалем. Оксимирон или я? Блять, братан. Вы как бы всегда вместе, чем мне выбирать? Привет, погнали на Пушкаре. Ой, я далеко. Я пиздецки далеко от всех этих, ты же, ну, от Пушкаря. Слушаешь Гражданскую оборону? Нет, не слушаю, пару песен, так знаю, хорош. Как там Сын Прайма? Ну, не знаю, надеюсь, он с Праймом все еще. А то это печально, это песенка Мамонтенка сразу вспоминается. Важен ли флёв на баттлах? Важен, да. Но не... Да, блять, все важно в баттлах вообще. Пьем потерпел только 4 поражения? Не знаю, не помню. У меня было 25 баттлов. Ну да, наверное. Так подожди, бать, стой. Да, 4, все. Разрулили ситуацию. Ёбаный ротик или ёбаный в ротик? Второй вариант. Сколько весишь? В бан. Просто в бан. Стрим сохранишь? Ну, думаю, да. Если, короче, у меня это не всегда получается, честно. То есть, это не так просто, как вам кажется. Типа, у меня инстаграм тупитый. Иногда просто, короче, я заканчиваю трансляцию, он меня выкидывает нахуй. Что я, блять, по-моему, за сегодня подзагорел? Да? По-моему, не раз это... Я, короче, весь день на солнце пёке гулял, считал шаги, потому что так надо. Как тебе то, что гнойный продался сукин сыном просто? Как думаешь, как когу мне ехать купаться? Надеюсь, нормально. Ты же батл-рэпер, как ты будешь без мата-то? Нет, не без мата, просто меньше мата. Это вот бывает... Нет, знаешь даже, как это бывает? Это типа true story, true story. Это... Как вы, блять? Ёбаная правда. Короче, бывает, что люди используют много мата, но вот когда он к месту, это вот... И слушается, вот... Как речка течёт, знаешь? Вот. А, короче, когда... Ну, бывает, что человек бесячий матерится. Вот я сам себя бешу иногда, как я матерюсь. Вот когда я буду, как речка вот течёт, тогда и всё будет хорошо у нас с тобой. Ёбаный в ротик, чё-то там гомик. У меня земфира под окном хуярит. Почему такой серьёзный на батлах? Да как серьёзный? Ты, я не знаю, ну, смотрел последние батлы? По-моему, я вообще не особо серьёзный. Ну, как бы, блин... В меру, знаешь ли, блять, вот серьёзен немножко. Как тебе Элджей? Элджей крутой. Других слов я просто не ощущаю. По поводу Элджей. Элджей охуенный. Просто клёвый пацан, брат мой. Панчи пишешь, мамкин сыщик. А, Панчи ищешь. Ну, да, да, я ищу Панч Лайя. Ебать-то разъебал черрика, красава. Наконец-таки первое нормальное сообщение за сегодня. Блядь, ну, чуваки, вы смахать, махать. Чёбаный Инстаграм, блядь, они ж вы занимаете полчата. Я не, не, как бы, ладно, хуй с там это самое. Это вроде какая-то прикольная фишечка. А пока всем помашешь. Вот я одному помахал, другому не помахал. Тварь, тварь. Но, что поделать. Ведёшь лайфстайл кабанчиком. Ну, как тебе сказать, смотри. Каких кабанчиков ты видел в жизни. Но шведка это нога. Вот культовая фраза. Безусловно, охуенно. Вот сейчас лишний, ману. Респект, респект. Бургер же Френд. А, бургер же Френд. Ехоррес тащит. Да, ну, последний альбом не тащит. Но, блин, луперкаль клёвый чувак. Надеюсь, познакомлюсь с ним завтра. Как тебе Маркул корабли в бутылках? Короче, прикол в том, что мне этот трек зашёл вот сразу. С первого прослушивания. Я просто такой думаю. То есть, типа, да. Блин. Прям. А потом, что я вижу. Это было немножко забайчено. Вот. И у меня противоречивые ощущения. Вроде, это круто. Это крутой трек. Мне нравится всё. Клип, трек. Блять, флоу. Текст. Но. Это именно тот факт, что это забайчено. Вот такая, кстати, история с Джонни Боем была у меня. Пару треков. Я услышал, что это байт. И такой думаю. Джонни Бой. Джонни Бай. Фит Сайтел Огонь. Спасибо. Откуда Соболев знает про тебя? Признавайся. Бухали вместе на Васильевском острове. Захожу, короче, в эту. Наливайку. Вот. Сектором. И этот. Сектор говорит. Тут воняет псом. Соболев сидел. Я ему говорю, привет, это я. Много знал? Классный. Хороший много знал. Влад, привет, как жизнь? Спасибо, отлично. Жизнь вообще клевая. На моменте твоего панча пропишут песни, будто у них лишний пенис. Это ведь, посмотри на лицо рестора. Это ведь действительно звучит, будто не он им не нужен, а у них второй есть. И это странно. Ну, возможно, ты в чем-то прав. Возможно, в чем-то и была суть. Отношение к мамоевству в баттлах сейчас. Да бля. Короче, в баттлах любая тема возможна, любая тема, ну, типа, даже нужна, наверное. Ну, в смысле, вот, у человека есть инструмент, он им умеет пользоваться. Вот, у Палмдропова есть инструмент панчлайн, да, и не панчлайн, вот, вордплей, да, вот это вот, в онлайн, вот. Ну, это панчлайн, просто вот именно раскрыть, вот, в онлайн, вордплей, вот. И, как бы, он этим пользуется, и он это развивает в себе. Главное, блядь, падает, сука. Главное, не количество панчей. Ой, это, блядь. С, это, бухал недавно с корешем, заебал меня. А, короче, этот. Короче, если мамоевство, оно должно быть креативным и интересным. Вот, если это просто грязь, ну, в пизду это все. Е-бем, ура, за панчи про мать я. Нет. Что за телефон у меня? Айфон 5, все. Ничего себе метафора. Метафоры я умею, вот, вообще, пизда-то. За панчи про мать баста, если не сложно, пожалуйста. Это забавно. Про речку красиво задвинул, респект. Спасибо большое. Задвигать про речки, это мое, как мне кажется. Привет. Из СПБ, ЕКБ, Ростов. А, в чем суть вопроса? Какой город лучше или что? Ну, конечно же, блин, я все-таки, как говорил Оби-Ван Каноби, каждый пацан должен что-то там, просто защищать свой город. Как тебе с ним, проститутки? Нормально. Потенциальный человек он очень. Привет, Пем, ты уже выступил на версии, почему тебя до сих пор мало человек смотрит. Видимо, не хотят. Я руки до сих пор не был. Кстати, спасибо тебе большое, будь и брат твой. Я же такое же, то же самое ощущал, когда у тебя в доме был. Я тоже руки не был. Что кроме футбола смотришь, нахуй его знает. Ну, я вот сейчас буду баскетбол смотреть, плей-офф там осталось немножко уже. Но у меня появилось свободное время, охуенно много свободного времени, и я буду, короче, смотреть баскетбол. Влад, сельского казаха-то разъебал, не знаю, о чем ты. Привет. Кто твой любимый рэпер? Оксимирон. Ты в Питере? Нет. На каких концертах был? На Оксимироновских всех концертах был, не сказать, я серьезно. На Луперкале был один раз, и это было скучно. На Оксимироне был, по-моему, три раза. Блять, на ком-то был. А, на Басти с Гуфом был. Вот это была жара. Вот это был пиздец, конечно. Да. Я его любимый рэпер, да? Как тебе много знал? Это ж только что написал, круто. Ему текст рекеев писал, да. 30 плюс чек очень мало, ждем после финала версии хотя бы 200. Да похуй, сколько человек. Ну, типа, хорошо, что 30 плюс. Ну, что поделать. Типа, блин, я так хотя бы вопросы вижу, там, отвечаю, вся хуйня, и мне вообще замечательно. Как относишься к камбэку Сина? Ну, какой-нибудь, там, раз в полгодика, раз даже меньше, наверное, что в полгодика что-то делал, что-то батл, что-то выпускал. Так, 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 понравился тебе рисунок? Если ты то, таком я думаю, да, прикольно. Как тебе твое последнее выступление на Версусе? Доволен собой? Говорить или нет? Нет, мне сказали не говорить. Да, я привык слушаться всех, кто сидит рядом со мной и говорит мне не говорить про Версус. Если батлеры, которым испытываешь негатив, презрение, все мрази, еманы, конченые твари, вонючки, поганки. Ну, есть, но по большому счету похуй на них, вот честно. Уже как-то, по-моему, батлы пересекли ту черту, когда на батлах, ну, преобладал негатив. То есть сейчас уже батлы, это действительно, наверное, ну, чуть больше развлечения. Да, построено на конфликте. Короче, вот тут правильно, кстати, Гнойный говорил, что батл есть конфликт. Батл конфликт, но не негатив. То есть не всегда. Для батла обязателен конфликт, батл без конфликта, это уже очень редко бывает интересно смотреть. А вот конфликт, ты его можешь, просто конфликт, ты можешь разрешать методом юмора, путем, блядь, высмеивания, всего такого. Вот конфликт важен, негатив не особо. Зайди, кстати, в комменты зафлок, как вчера шоу вбора, хуй, какие там диферамбы чуваку, которого два раунда вообще не по оппоненту, лол, да ладно, ничего не делать, ничего, заходить на зафлок. Ты хоть кого-то захуесосишь сегодня. Я уже знаю, сколько людей сегодня захуесосил, ты охуеть можешь, конечно, ты че охуел. Подписали контракты на ФБ, ну зачем, зачем это? Пока вы охуеваете, я продолжу. Пока-пока, хорошего вечера, выходной к тебе, все аудитории, ура, пока. Так, короче, пацаны, Грейс Блэкер съебал, сейчас все спойлеры по Версусу, спрашиваем, че хотим, разъебашу, только так. Влад, как относишься к катуировкам? Будешь бить к катуировкам, отношусь нормально, хорошо. Типа, если это не выебисто, не тупо, то да, это хорошо. Ну, не хорошо, нормально, кому как. Будешь бить, не знаю, посмотрим. А Путин, красавчик, нормальный. Навального, в смысле, приняли сегодня. Видели, как он, блядь, ножками дрыгал нам. В смысле, Навальному респект, конечно же. Баскетбол смотришь, чтобы Эль Лока не трахнул. Чувак, я баскетбол смотрю, чтоб ты понимал. Уже лет 17. Мы с ним, все, порешали, разрулили. Ютуб смотришь, понял. Вика, привет. Махать я не буду больше никому. Махать вот это вот. С палмдропом он скорее фанился, что ли. Палмдропов, это ж мой этот, младший брат. Скриптонит, как тебе, охуенный. Палмдропов, дебил. Ты че, сука. Что думаешь о пунктире, как о батловике? Местами чувак, выдающий очень интересные идеи, но местами уходящий в совершенно какие-то дебри. И местами не дожимающих. Насколько я знаю, кстати, пунктир очень быстро тексты пишет. Мне кажется, что он местами торопится. Вот честно. Здрасте. Ебой, спасибо. За какую команду в футбике болеешь? За Челси болею с 2004 года. Запомните, уясните, набейте татуировку себе такую, и мы не будем больше об этом. Будем, будем, будем разговаривать об этом. Ну ладно. Мы с корешами поспорили, я поставил 50 рублей на то, что ты выйдешь в полуфинал, не подведи. Мне кажется, что ты можешь 50 рублей проебать только потому, что... А, ну да. Нет. Удачу. Был в Твери, если да, то зря. Но не был. Будешь ли в ближайшее время тройк новый драгат пьемы? Возможно, но не факт. Нос по чеши уже не чешется. Спасибо большое. А, у тебя, блядь, в никнейме написано, пожалуйста. Сука, ты оперативен, конечно, пиздец. Как карта. А, как память. Ну, как карта. Владос, мой друг Марсель Пус, что читаешь, что смотришь, подкинь гадатный. Читаю. Не читал давно, но вот сейчас буду читать, потому что так надо. Короче, охуенная книга. Ну, я думаю, что, ну, вообще, многие ее читали, но я вот начинал и забросил. Но сейчас опять снова начну. Это, Атлант расправил плечи. Это пизда вообще. Просто я прочитал почти всю первую книгу из трех. Это очень круто. Атлант расправил плечи, читайте. Почитайте Уловка 22, потому что это, что-то в этом есть. Слепоту почитайте, что там еще было. Мартин Иден, крутая. Хоть это и банальщина, но это прям, блядь, круто. Что ж я еще, нахуй, советовал всегда. Я, может, короче, запилю, когда создам Поблос, запилю что-нибудь, типа, там, в своей любимой книге, в своей любимой, там, отмазался нахуй от этого вопроса. Было такое, когда тебе предъявляют, что-нибудь, типа, Себата, ты захотел что-то поменять. Ну, да, наверное. Хотя, я не помню конкретных примеров, но мне кажется, да. По крайней мере, пару раз я, типа, когда читал комменты в Поблосах, я увидел и понял, что, ну, типа, человек прав. Ох, два раза вот такое было, отвечаю, и я, типа, подумал, блядь, да, надо, короче, что-то с этим делать. Но это, кстати, и критика была довольно конструктивно построена, поэтому, наверное, на нее захотелось внимание обратить. Что думаешь по поводу Лиги 1? Не кажется, что выгонять батлеров против субъективных решений об их поражении? Да я думаю, что это надо попробовать, а, короче, мне кажется, правила там будут корректироваться, и никого нахуй там совершенно выгонять не будут. Гоза тусим в Ростове на 9 мая, с меня пончилай, не, чувак, я 9 мая буду так, наверное, откисать по кайфу дома. Сколько тебе лет? 23, скоро будет 24, и будет хорошо. Продолжи ряд из моего ника. Алекс, герой, снайпер, стальной, ебаный отстой. Топ-3 батла, на твой взгляд, первое место по любасику в хайпчейне. А второе место Пи-М Витя Бови, третье место за Б смотрит Пи-М Витя Бови. Вот это охуенно. Я сегодня все это пересмотрел. Ну, короче, не, на самом деле, Оксимирон СТ, мне очень нравится этот батл. Блин, я причем знаю, что это не самый, там, ну, типа, любимый людьми батл, но, блядь, я охуеваю. Ну, ладно, в общем, да, батл. А, что еще могу вспомнить? Дип-эк-сенсы раунды против Фотрикса охуевшие вообще. Ну, вот, пока так. А, этот, па-па-па-па-па-па-пам. Похоронил и Т-рэпс, их полуфиналы, короче, на третьем Фрэшбладе, вот, один полуфинал, вот, второй, вот, они, вот. О, ты помнишь, конечно, я тебя помню, Вика, что ты? Ей, братишка, респект за Челсу, ну, конечно, респект за Челсу, тоже вы, все, конечно, этим, молодцы. Как тебе, Чечня, вообще, как отпустишься к чеченцам? Подожди, я твою аватарку посмотрю. Так, ладно. Ну, как отношусь? Нормально, не знаю. Я учился с одной чеченкой, нормальная баба. Вот. Сколько раз в день пукаешь? Зависит от дня, и по-разному, да. Знаешь, я бы, больше, да, больше трех. Атмосфера какой батловой площадки лучше? Честно, я вот, короче, ну, на отборе Версуса мне очень понравилось, очень пиздато было, прям пиздательше. Вот, а недавно я же был на РБЛ, и вот я, ну, это новое помещение, новое все. Но я пришел, честно, у меня было ощущение, что я вот, как домой ворвался. Я панч придумал, зацени, ты жесткий, как диск. Ебаный отстой, как твой никнейм новый. Влад, когда тебя принимали мусора? Если да, то по возможности расскажи. Чувак, в пятом классе меня так мусора приняли, что, блядь, это даже рассказывать, нахуй, нельзя. Понимаешь, когда человек кидал снежок, блядь, в теплоход, и его за это принимают. Я там, как Навальный, меня схватили, короче, я ногами брыкаюсь, там, типа, толкаюсь, говорю, пустите, там, суки, нахуй. Не пустили. Творчество Саши Коня, я не слушал его рэп, но его твиты бывают легендарными. Мартина Лютова Кинга, когда последний раздрался и с кем, бля, ну, давно, это во-первых. Я, короче, как-то так получилось, последние, наверное, разы, они все были, на стыке между школой и институтом, и как-то так получилось, что это всегда были друзья. Вот, я не знаю, как так получалось. А-а-а, так ебать вас урод. В смысле на этих, на... Я же ходил долгое время на рукопашку, ну, это, конечно, типа, не дрался прям, но пиздюлей, скажем так, выхватывал и давал нормально, но... Дрался вот, наверное, тогда еще, когда... В давнении. Я надеюсь, что... Есть вообще ощущение волнения, у тебя 3 года тратить строки на нунеймов, и теперь сходу по несколько лямов, не сильно отчетаться, например... Нет, честно, короче, у меня вообще никакого не было ощущения, блядь, надо писать лучше, готовиться лучше, это вы скоро увидите. А, то есть, типа, не... Не знаю, я как-то не ощущ... Не пиздец такой, ой, блядь, лям просмотров, значит, надо... Мне кажется, нормально все... Все. Как охуенно у меня это... Отключается... Вот я отвечаю на 85% на вопросы, у меня потом просто отключается нахуй мозг, и я такой, типа, так, 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 какие же слова мы помним, типа, я это хуярю. Ну, и что делать? Любимый русский классик, поэт... Хуй знает, я как-то, кстати, русских особо никогда не читал. Блядь, ну нет, вот, подожди, кого-то я же прям... А-а-а! Честно, честно скажу, не знаю, кто там, какой вот это вот там век, блядь, серебряный, золотой, блядь, великолепный. Я... Я бы сам не смеялся от своих шуток, просто рядом сидит человек и смеется. Я знаю, что не круто смеяться от своих шуток, но когда рядом смеется человек, и мне самому от этого весело становится. Короче, этот... Булгаков охуенный и эти... Вот это самые пиздатые, наверное, русские книги, которые я читал, это 12 стульев и золотой теленок. Это очень круто. Хочешь баттвить против Парагрина? Не особо. Я выиграл сегодня свой первый баттвл. Поздравляю, давай я за тебя выпью темного козляхи. Я не знаю, может быть. Скорее я бы после этого прочитал источник этой же певицы, хотел сказать. Певица Сия, блядь, а это Айн Рейд. И вся хуйня. Как бы ты отнесся к идее судить баттвл через день после них? Хуй знает, хуй знает. На самом деле, нечестно, не в курсе. Ты че тут? Икар, ты че ебала тебя намет? Витя Бови, брат, ты че сказал? Хайчейни, охуенный баттвл. Ты еще не видел чейни Икар? Тоже пиздатый баттвл. Икар Декабриз тебе как? Охуенный баттл тоже. Помню, как тебя вынесли панчлайном про твой тёго течет, как Маконда. Все. Заблокировать Икар Тима. После такого не знаю, что ты вообще в Инстаграме живешь. Кстати, как тебе выступление Дипа против Плэйн Дэда? Круто было, да. А тебе финал третьего ФБ не зашел? Но их полуфиналы были круче, чем их финал. Здорово, Влад, привет. Забыл про баттл Пиа Миракл. Не забыл. Типа, что я должен был вспомнить? Я че так, настолько, блядь, далеко, что летик? Серьезно? Тут все круто, но почему Окс Истэ? Типа там настолько я отстаю? Полчаса надо сейчас догонять только. Мне потом придется видос пилить. Типа там этот. Все круто, но почему Окс Истэ? Там почти не... Не, выступление Оксимирона там шедеврально. Ну, хорошее, очень хорошее. Мне нравится, чувак. Это круто. Влад, ты с Антоном Забэ специально говорили с одновременностью? Не, я увидел, что он тоже стримит и расстроился. За Баварию топишь? Нет, не топлю. Здравствуйте, Пунктир. Здравствуйте, Пунктир. На футбол ходишь? Иногда очень редко. Но вот я думаю, что после Чемпионата Мира я схожу на футбол, на новый стадик. Эй, брат, желаю тебе добра. О, е, да, крак. Так, Сава, летай, хорош. Окси против Забэ, кто победит? Тот, кому больше я пончлайнов напишу. Не надо на авку смотреть, я чеченец. Блин, ну, вот реально, что полчаса, нахуй, назад этот вопрос был, ну, а тебя... Да, я не знаю. А почему, кстати, это... Ну, типа, смотри, у меня вот есть, ну, армянские корни. И, типа, я бы не стал спрашивать у кого-то, как ты относишься к армянам. По-моему, это как-то... Ну, не знаю. Не типа ты неправильно, а вот... Да какая разница? Ну, типа, блин, ну, хуй знает. По-моему, я, короче, ну, из Ростова же, и, соответственно, это юг. Здесь все, по-моему, вот просто все национальности. Я как вспомню свой класс, у меня, ну, в школе, у меня были девочка чеченка, я вот... И еще там, короче, двое, по-моему, были, ну, грубо говоря, армяне. Грузин, это вообще там мой братан был, короче. А евреи были, ну, то есть, как-то не знаю, я... нормально. И, кстати, да. Ну, короче, ты классный, как уголок. Привет, пи-мужик, Ростов вперед. В Ростов вообще вперед. Ты деловой, как центр, блядь, заебал. А транс вообще рынок-то решает, заебись. Да. Вот, кстати, по поводу правого мета от Забе. Поздравляю, РБЛ с первым официальным зашкваром. Антон долго продержал. Я не знаю, чем это зашквар, тем более первый. Вот. Но... захотел, сделал. Это уже им там решать, мне кажется, с Лехой и Майком. Правильно или это неправильно. Но уж конкретно зашкваром РБЛ это я не считаю. Красавчик, спасибо. Гона стрим к Забе, да не. О, Владик, привет, Кэтик, привет. Великолепный век, да. Узабе стрим, алло. Ну, блин, я никого не держу, уходите отсюда. Вот, кому надо, уходите, все. С аниме балуемся, не. Лена рядом, если что, прочитал, Леха рядом. Все-то вы знаете, я смотрю. Поэт Булгаков. Так я просто писал про этих, ну, ой, говорил. Ну, недавно вышел твой интервью, ты сказал, что не видишь себя в команде Мирона. Почему? Хотя еще ты сказал, что Джонни Бой лучше баттера. Ну, сопоставь эти две вещи, сопоставь мой, ну, меня и подумай. Так, трулеров, ЛХЗ. Владос, пью за тебя розовое вино, спасибо за все. Что? Розовое вино. пиво. 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 Все, 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 как у Хайда, все изменилось. Я нахуй встал на 45 минут от вопроса. Эль Лока, по твоему мнению, хороший баттлер, да, Эль Лока, хороший баттлер. Как относишься к шумихе насчет войны бесконечности? Сам следишь за киновселенной Марвел, честно, не слежу. Когда-то следил, сейчас нет времени. Какие баттлы лучше про жопу хуили с некими отсылками? С некими хуевыми отсылками на литературу, исторически и т.д. Как относишься к бесу до темпа? Очень раньше слушал треки, сейчас не слушаю, честно, не в курсе. Не слушал новый, и мне кажется, я уже чуть-чуть другую музыку слушаю. На Ростова матчи ходил, ходил, иногда там по... Ну, на два за сезон ходил, типа немного, но было. Спасибо, Руслану Трена-47, за то, что я перестал бояться чеченцев. Да, правильно. Худше баттл Окси, по твоему мнению, и лучше Гнойного. Худше баттл Окси... Блядь. Сейчас, 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 сейчас. Да, ну, блин, ну, скрип он, наверное, ну, хуй его знает. А лучше Гнойного с Эрнестом, наверное. А может, кстати, со всячески. Пиздато забатывал на ФБ. Спасибо большое. Ну, хуй бать. Сеймур или Дип? У меня паровозик. У меня по ощущению, что ты... А, ты спрашивал, по-моему, Сеймур или похоронен. Ну, может, ты не ты? Блядь. Ну, наверное, я дам предпочтение Дип Эксенсу, но минимальное. И, честно, и то хуй знает. То есть, я вижу, как Сеймур может разъебать Дип Эксенса. Ну, не разъебать, а, типа, быть чуть лучше его, потому что в таких баттлах разъебов не бывает, мне кажется. Саша, если ты был поэт, да, вот его я забыл выделить как поэтом. Вообще-то, у 1347, то есть, у Руслана Пахан чеченец. Ну, вроде да, насколько я знаю. Да не, но он тоже чеченец, там, в него моменты. Как к Киркейф относишься? Хорошо, хорошо жрать, уедни. Ты че, Влад, мы многое тебя знаем, расстраивать только что не все. Так что, похуй на Русика, на Русика вообще не похуй. Приятного аппетита. Спасибо, Влад, смотрел, с чего все начиналось про тебя. Я помогал чуваку с выпуском, но в паре мечтах накосячил. Я тебе еще спрашивал, ВРС недавно про баттл с гноем. Да, ну, там все нормально, я смотрел, да, сегодня посмотрел. А мне же спрашивали, да, там как бы две ошибки было, ну, что как бы страшного. А с тобой, ну, кстати, обе ошибки ко мне не имеют отношения, поэтому мне еще похуй, блядь, я рекомендую. Называйте Родю как хотите, мне похуй. А с тобой можно на границе Ростова и Челябус застыковаться и попиздеть, потому что, ну, да, как бы граница пиздец у нас тут с Челябой. Дизвилс, по-твоему, разъебал Огила? Да. Гнойный хуй? Да, очень сильно. Респект, спасибо, респект, привет, привет, тоже спасибо. Я про Сеймур Айпоху спрашивал, ну, вот, да. Про Эминем, про Эминем спрашивал тоже ты. Если бы ты выбирал пары на кроссовере, то против кого бы ставил бы за Б? Он же ведущий, ему надо баттлить ресторатора. Лока же ЛЧ взяли, не ЛЧ, а чемпионат России. Сегодня где-то обхуяривается с ухариком один Максим Зенин. здоровья ему еще. Кто больше со 140 БПМ понравился? Дима Шум и Диктатор. Охуенные чуваки, Дима Шум и Диктатор, пиздатейшие баттеры. Влад, понимаю, что подобные вопросы за рэп забывают, но есть вероятность тебя увидеть в баттлах БПМ формата? Нет, такой вероятности, думаю, даже нет. Что-нибудь слышно о Нитере после его легендарной победы? Ни одного баттла от него за два года. Видел его заявку на ФБ. Он сам сказал роли, а я нормальный выигр написал. А тут 1 БПМ, поэтому тебя баттлится рано. Ого, это, кстати, довольно давно. Этот панчлайн был мной произнесен, кстати, вполне нормально. Но там в контексте с 13-47 было, но... Что сказать оппоненту? Скажи, что он хуй бабушкин. Какой у Мирона лучший трек? Не знаю. Ну, я, кстати, знаю, какой он свой лучше считает своим треком, но я не скажу, потому что вдруг меня выгонят из команды с Макимов. Соси жопу или балбес? Скажи, что его сестра тупая овца. Это, кстати, даже почти не нравится. Твоя сестра тупая овца. Считай, вот две строчки уже есть. Так, раз вопросы закончились, позволю-ка я себе чипис. Какой у Мирона лучший трек? Бодибэк охуенно будет. Как относишься к интервью для маленького паблика через сообщение в ВК? Сам даешь такие интервью? Короче, в чем прикол с интервью? Блин. Бля-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е. В чем прикол с интервью? Какой-то момент, видимо, люди с маленьких пабликов и не только с маленьких, ну, подумали, что им интересно взять у меня интервью. Видимо, в какой-то момент, ну, мое имя стало, блядь, от всяких Соболевых и прочих, там, Максимиронов, звучать. И они подумали, ох, ебать, а нам интересно взять у него интервью. И они мне пишут, чувак, нам интересно взять у тебя интервью. Я, ну, первое время такое думаю, бля, прикольно, хайп, хайп, вся хуйня. Говорю, давайте. Я, короче, говорю, давайте, скидывайте вопросы. Мне присылают 10-15 вопросов. Блядь, честно, это либо одно нахуй тоже, либо это просто, вот как будто люди не знают вообще. Ну, вот они, не, они знают, но, блядь, вообще не в материале. Сейчас, короче, повисите. Можешь, короче, маме моей писать, хочу сказать, что да, мы дома, я ей позвоню попозже. Надеюсь, это вырежет. Вот, и то есть, про интервью. Мне, короче, во-первых, стало скучно это все давать, потому что, блядь, одно и то же. И одно и то же, и неинтересно. То есть, ну, совершенно, вот, блядь, просто вот, максимум креатива, это, типа, любимая книга, и все. Вот, а когда, когда у меня в каком-то поблосе был вопрос, типа, как там было, блядь, почему, типа, ты решил сделать своей основной деятельностью музыку, вот, я тогда в этот момент понял, блядь, идите в нахуй, просто в пизду. Вот, я, типа, вот, ну, нахуй. И, короче, я, ну, типа, перестал давать, то есть, я пишу, ну, мне пишут, я говорю, не, чуваки, не даю вьюхи. И это так, в ближайшее время их, типа, ну, я не хочу ничего давать, похуй, пусть через год я, нахуй, стану никому не нужным, и буду сидеть и думать, ну, блин, сколько ешь интервью, мною не роздано. Вот, скажи, гуляем. Я попозже призываю. Вот, но, а, ну, хорошо, скажи просто, да, скажи, чуть занят просто, ладно. Ну, и, короче, но, вот, допустим, мне написал паблик личность, как бы сразу там был момент, то, что вопросы должны быть, блин, ну, индивидуальными и интересными. И то, мне кажется, что вопросы могли, можно, типа, придумать интереснее. Но, ну, короче, вьюхи даю, вот, не знаю, там, я, наверное, никому, скорее, вот, не буду давать, но, если какое-то там предложение интересно, наверное, даже буду так делать, что сначала вопросы, там, гляну все хуйня, вопросы, по идее, уже заранее, там, какие-то есть. Хитинова Покров, да. Ты батл казаха стереотипами? Нет, никогда не батл казаха стереотипами. Кто любим западный батл МСС, да, Пэтстей, наверное, Рон охуенный. Вот, в какой-то момент Рон стал моим любимым батл МСС западным, кто-то еще пиздатый был. Я, кстати, очень давно их не видел. А, ну, Айрон Саламон иногда. Мирон назвал Хитинова Покров один из лучших, если не лучшим треком. Не знаю, не там-то спрашивал, братан. Но, короче, ну, да, хороший трек, безусловно. В Телеграме сидишь, да, вот, когда он включается, я сижу, но у меня почему-то иногда просто не включается. А что с Фиделией не в курсе, они действительно умерли, не дай бог. Просто, что мне делать по понедельникам, в душе тогда не ебу. Ну, не знаю, что с ним. Как тебе новый вкус ЛС, такие как лосось, буррито и французский сыр? Вот я буррито хавал, нормально, да. Какого рэп-исполнителя я впервые услышал в детстве? Блядь, да, наверное... А, кстати, ну, Серега считается... конечно, ебать, King Ring. Но, именно, вот, начал слушать сначала Eminem, 50 Cent, ну, 50 Cent, это вообще, как бы, это, это, Наташа Королёва для нашего детства. И, из русских, уже конкретно, вот, начал слушать рэп, это многоточие, NTL, NTL, и, Триада, вот они. Здравствуйте, здравствуйте. Как у матери здоровья, без подъёбов, спасибо, всё хорошо. Как сына назовёшь, так он и поплывёт. Всем помахал, ебалаев помахал тебе. Почему не в Армейке, эй, потому что, барда, мне это не нужно. Какие пары на первый этап, и это мне тоже не нужно. Ты сейчас в Ростове? Да, в Ростове. Я зашухарился дома, чтобы, нахуй, меня никто не видел, не нашёл. Когда совместный LP с американцем? Да, хоть сейчас, хоть завтра. Американец такой человек, очень надёжный, которому, как бы, говоришь, братан, скинь минус, мы же недавно трек планировали, он такой, да, да, братан, конечно, скину месяц, нахуй, его не слышно, не видно. Вот, когда он скинет один минус, мы это, выпустим трек, назовём это альбомом. Вули и мёд, да, можно написать насчёт интервью, если вопросы будут неизбитыми. Давай чуть-чуть, попозже. Вот, типа, вышла одна вьюха у меня, когда, там, дней пять назад, я, честно, не вижу пока смысла давать. Ещё, чуть-чуть попозже, ну, да, я имею в виду, чуть-чуть именно в прямом смысле слова, чуть-чуть, месяц, допустим, там, посмотрим, может чуть-чуть меньше. Вопросы, наверное, вот, да, это, кстати, хорошая идея, сначала вопросики почитать, обкашлять, и потом подумать. Я, кстати, бы давал интервью совместно с сектором, мы, нам надо с ним сделать группу, типа, Run the Jewels, и мы, короче, бы с ним вместе давали интервью, мне кажется, это было бы весело. И какой вообще настроен АФБ, готов выложиться лучше, чем раньше? Мне кажется, я охуенно выкладывался всегда, и все хорошо. Ну, мы найдем обязательно. Бро, ты еще в прямом кайф, конечно, в прямом. Для ТСП обещал интервью дать. Вот, да, вот следующее, на самом деле, пока было в планах для ТСП, потому что они все-таки молодцы, меня поддерживают, любят, постят мои батлы целиком просто. У тебя очень много годных треков, надеюсь, что не остановишься. Ну, вот, видишь, как бы, этим треком, уже минимум три года. А вообще четыре. Когда снова вернешь титул короля комплементарных баттлов против ТРЭПСа? Я всегда был и остаюсь королем, потому что все эти пидорасы, которые там пидорасню устраивают, это не короли, я король. Привет, привет. Какие рэперские каналы посоветуешь? Да хуй его сдать, честно, я не в курсе. Я смотрел, как какое-то время, не какое-то время, я смотрел, прям какое-то время, блядь, час, типа, часа полтора, смотрел, где чувак, типа, разбирал треки Eminem, а он там какой-то ниггер, типа, построение, это пиздато, очень пиздато. А так, не знаю, ну, Тему Флекса, я там какие-то видосы, что-то вижу, смотрю. вот от него я Скарлорда узнал, допустим, потом послушал несколько треков, они мне первое время нравились, потом они заебали однообразные. В телеге... А, в телеге... то есть я отвечал на вопрос, еще не дочитал до конца, тогда вообще не в курсе. Салют, как отношения к Кровостоку, слушал новый альбом. Кровосток, честно, я понимаю примерно, что это и зачем, но мне это не очень нравится. То есть, и без Кейта, я это слушал, причем новый альбом раза два, но... ну, послушал, да, местами прям такой, блин, ну, типа, угарно, прикольно, но... Фактор 2 в детстве слушал, охуенно, вот просто это вот. Какой Кровосток, когда есть Фактор 2? Знаешь иностранные языки, собираешься учить какие-то из них? Знаю английский на слабом уровне, и все. Пока не собираюсь учить. Привет, как ФБ4, охуенно, привет. Когда на биты залетишь, когда Американос их скинет, лучше батл на битах, хуево, я блязноед. Не знаю, честно. Ну, вот как батл, не знаю, выступления были крутые. Скриньте в финале PM, Сесектор победит PM. Да, Скриньте. Насчет интервью, через месяц понял, спасибо. Читал интервью Тирепса Рифмом и Панчем, когда он версию взял. Это, блядь, это очень было плохо. Вот, просто, я вот не знаю, честно, типа, это настолько было сухо и неинтересно, причем, мне кажется, тут вина 50 на 50 между Тирепсом и Рифмами и Панчем. И там были неинтересные вопросы, на которые Тема отвечал как-то, ну, я вот стараюсь опять в интервью неинтересные вопросы, я лучше не отвечу на этот вопрос, то есть, все же, я надеюсь, там, поняли, да, примерно, там, что вопросы, там, мои, вот, интервьюхи для личности, там, половина, ну, они мне показали как-то так, и я ответил на них, ну, со Стёбом, чтобы это хотя бы было интересно, вот, как-то он там ответил сухо и туда-сюда, ну, вот, я так не особо хочу, кто охуений, Palm Drop или Mixi, оба пиздатые пацаны, ладно, ты же умеешь сдавать рэпа на баттлах, хотя бы, хотел бы пробовать на битах, не, не хотел бы, честно, не хотел, мам, что, говорит, ок, а, ну, хорошо, с поки, какой любимый баттл? Он все чисто как баттлер, а не как человек, блядь, не знаю, не знаю, ну, на западе, подстой, и в России, я бы тоже не выделял нескольких, ой, блядь, одного, да, честно, ну, не знаю, блин, Владя, только что погорел телефон, твоя, поджига с стимулом, остановить инсту на компьютер, блин, погорел, в смысле, вообще сгорел, ну, блин, чувак, сожалею, на самом деле, инсту на компьютер, это бедолага, летай, как тебе летай, прикольный чувак, считаешь, первый класс легенда русского баттл рэпа, никогда его не слушал, поэтому не знаю, честно, слышал, ну, потом уже, когда он перестал что-то делать, ну, как-то, видимо, я упустил этот момент своего возраста, и момент этот развития рэпа, когда это было интересно, мне это не особо, может быть, мне это, в принципе, я такой человек, мне это не особо интересно, я не люблю слушать баттл рэп, то есть, это не то, что я хотел бы, вот там, блядь, гуляя, там, едя в автобусе, в самолете, вот, слушать баттл рэп, по мне, так это как-то, не хуй знает, тем более, баттл рэп такой, который основан на, там, не знаю, грязи, ну, или на чем-то таком, вот, очень пиздатый, кстати, этот самый, респект этому, Оксимирону, короче, за панчлайн, про телку Паша Техника, потому что, вот это, типа, тот баттл рэп, интересно, ну, пиздатенько, вот, а, блин, то, что, типа, там, вы гандоны, я всех в рот ебал, мой рэп номер один, ну, такое, по-твоему, при советской власти, люди жили лучше, или сейчас лучше, ну, как-то, не знаю, на самом деле, поеду на выходные к бабушке, а, сейчас уже выходные, блин, ну, у меня много выходных, узнаю, трудно ли судить баттлы, с какими трудностями столкнулся, я не сужу больше баттлы онлайн, а оффлайн, ну, блять, да, ну, иногда бывает очень не кайф, вот, прям максимально не кайф, а иногда бывает, причем я еще всегда, ну, зачастую, в 90% случаев, я сужу баттлы после того, как сам отбаттлил, и вот это вот вообще мне раздражает немножко, но нормально, я думаю, сужу, шум, как тебе, шум охуенный, скажи, кто понравился на отборе ФБ, только честно, давай скажу, па-па-па-па, Эль Пунктир, оба средние, и Пунктир мог лучше, в зале Пунктир был точно прикольнее, чем на видосе, не знаю, проседающие моменты были, Казанский в зале тоже казался, первый раунд, его к прикольным на видосе не зашел, сектор охуенный, Парагрин охуенный, Династ средний, честно, какие-то были отдельные просторуха, очень крутой панчиланин, но средняя, да блядь, короче, сектор, Парагрин, мне понравился Mixi, чей батл, по-моему, следующий выйдет, с МакОменом, да, по-моему, дропов в зале, тоже, да, молодец был, лингвист, что-то прям докопался, до тебя, до интервью мне, я журналист, давайте позже, чуть-чуть, вот видишь, типа, сейчас, там, добазаришься, о двух-трех интервьюхах, и как-то это, мне кажется, ну, это типа заебывает, не так вот, я так, мне похуй, ну, я могу отвечать, я, ну, типа, итог, кстати, мне кажется, если я, чем большее количество вопросов буду отвечать, тем больше меня будет тянуть уже на стёб, на какую-то, типа, блядь, ебаназию, да, людей-то заебёт, ну, нахуй нам опять читать, блядь, какую-то хуйню, попозже, думаю, да, может, будет, что-нибудь, как тебе Майлз, Майлз, вот я забыл Майлз, Майлз, хорошо, на отборах сделал, здрасте, лицо специально, под цвет майки, да, призрак коммунизма, Рилл, не приехал, или это слухи, не знаю, Сань, короче, Рилл, код подземный стал тем, кого и Крилл, сколько времени готовишься к батлам, блин, по-разному, самое минимальное готовился, ну, опять-таки, я там что-то придумываю заранее, а вот, например, минимальное, написать текст и выучить, тоже бывает как, иногда можно не учить текст на батл, нахуй это надо, ну, пять, наверное, дней, может, шесть, вот, а так, вообще нормально готовится, блядь, недели две, минимум, прям, три, тогда будет все хорошо, Рилл не приехал, тут тебе ответить, как к шоку относишься, вот мне очень нравится шок до гол, с момента их расставания с Оксимироном, до момента альбом голод, вот мне альбом голод по раз, и все, что дальше, мне вот не нравится, вот это вот его, да, 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 там, как Тони Монтана, ну, как-то не знаю, типа, я, может, не разбираюсь в этом, флоу, осталось полторы минуты у нас, но, мне не нравится, слишком как-то крикливо, ну, до этого пиздача была, как думаешь, ваша группа сильнее, чем группа Смоки, наша группа, это и есть группа Смоки, может, нет, здоров, здоров, как, как посоветишь стриму, стричку на яйцах, это, как душа поведет тебя, не знаю, я в 2005-м АК-47 слушал Нагана, потом все время пошло, Оксиро, я поиска, ну, это я как-то АК-47, и Наган слушал, слушал, потом Гуф появился, паровозик, спрашиваю просто вопросы, не, так, слушал Стима времен Ярэп, да, стучатся до небес, и я у этих оба альбома послушал, и так охуел, то есть, типа, мне оба они понравились, ну, это было пиздано, вот Стим, да, я его гонял, в каком рэпидском паблике лучше комментатор, если читаешь, да, хуй знает, ну, читаю это местами, но и то, я, по-моему, читаю только в том самом панче, но сравнивать, ну, где-то там еще можно что-то, Amma Troublemaker, да, это тебе, так батя сказал, и выгнал в Петербург, почему сектора не взяли, не в курсах, что за дела, когда батл должен быть скоро, ну, сначала, естественно, да-да-да, у тебя прическа, это признак анонизма, нет, ты что, признак охуизма, как тебе браги-то, браги иногда прикольные, иногда можно не приезжать на батл, нахуй это надо, Райте в последний день текст, а пишут, ну, тоже можно, какой рост, метр восемьдесят пять, где-то, где-то, может метр восемьдесят три, а, бля, куда ты собрался, так, инстаграм меня закрывает, через двадцать секунд закончится трансляция, и я уже, ну, ты сейчас в РНД, да, интересно тебя слушать, но я буду часто трансляцией, так, раз в неделю, минимум прям, Сойер очень пиздатый, среди ноунейма прям очень хорош, Сойер прикольный, медленный, размеренный, да, разъеб, оппонентный с юморком, да, да, способен ли Steam выстрелить уже, хуй знает, всем по! Продолжение следует...